Профилактика алкоголизма и наркомании среди детей и подростков сегодня стал одним из основных вопросов круглого стола общественной палаты Рязанской области. Повестка дня не случайна. Зависимости одни из самых страшных явлений нашей современности. И это не просто болезни, от которых умирают, а также огромное социальное зло. По статистике число наркозависимых в нашей стране составляет более 8 миллионов человек. Немалое число из них это подростки от 14 до 16 лет. Практика, которая идет сверху, то есть создание антинаркотических, антиалкогольных программ на государственном уровне, То есть это все здорово, действительно они достаточно качественные, они должны работать. Вся проблема заключается в том, что само население, то есть родители, хотя бы и педагоги тех детей, которые угрожаемы по риску начать употреблять алкоголь, наркотики, то есть они должны какую-то проявлять активность снизу. То есть она должна государственная как инициатива поддерживаться каким-то нашими движениями. Профилактика наркомании должна начинаться с родителей. Но роль педагогов, врачей и общественников в этом вопросе также чрезвычайно важна. Именно поэтому круглый стол собрал представителей из самых разных профессий. Позвали те стороны, которые могут привести нас к решениям в первую очередь, но уже есть, намечаются решения. И возврат к тестированию на наркотики, которое было предложено и отвергнуто. И работу по пропаганде, которая тоже не особо ярко ведется. И родительский комитет должен включаться в активную работу. В школу должны работать специалисты, рассказывая ребятам, которых сейчас не пускают в школу. Надо, чтобы их пускали. Участники сошлись во мнении, что профилактику стоит строить на вовлечение молодежи в активную и позитивную досуговую деятельность. На мой взгляд, самый действенный метод по профилактике наркомании и алкоголизма, наверное, это правильный, интересно организованный досуг подростков. Потому что именно организованный досуг и интересно организованный досуг позволяют увлечь детей, позволяют им самим определиться с тем, что им интересно. Пропаганду здорового образа жизни стоит активизировать и в интернет-пространстве, так как оно сейчас занимает значимое, а зачастую и авторитетное место в сознании современной молодежи. Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Игорь Глотов, телекомпания «Город».